Відверто, безкомпромісно, резонансно. Украинский оперный співак. Анатолий Кочарга. В программе Бацман. Дивіться просто зараз. Добрый вечер. В эфире программа Бацман. Самесный проект интернет-издания Гордон и телеканала 112 Украина. Анатолий Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер всем зрителям Украины. С удовольствием пообщаемся с вами. У меня в студии по-настоящему мировая знаменитость. Прославленный бас. Ну, например, я могу сказать для тех, кто не знает, хотя, наверное, таких очень мало, тем не менее, что Борис Годунов вообще в современном мире, его сверяют все по вам. И вообще это ваша одна из таких визитных карточек. Сколько раз вы его пели на разных мировых сценах? Очень много раз. Не поверите, это больше 400 раз. Фантастика. Фантастика. Очень много раз. Хорошо. А вот среди... Причем во всех трех редакциях существующих в мире. Среди самых прослабленных сцен, на которых вы выступали, давайте перечислим. Давайте. Начнем с чего? С какого? Да. Вангарден, Лондон. Давайте. Ла Скала, Милан. Метрополитен, Нью-Йорк. И потрясающий театр Колонн в Буэнафарисе. Это зрительный зал более трех тысяч. Акустика просто феноменальная, золотая. То есть там можешь шепотом разговаривать, все слышно. И мало того, мне еще пришлось там встретиться с одной бабушкой. Она была со своей дочерью. Дочери было 89 лет. А маме несколько старше она была. Мне как-то неудобно было спрашивать, но она выглядела потрясающе. И она озвучила то, что она здесь слышала Федора Ивановича Шаляпина. Хорошо, что это после спектакля было. Надо было бы много времени, чтобы собраться. Большая ответственность. Ну и кто? Она сказала, лучше-то кто? Вы или Шаляпин? Много комплиментов было. Давайте пройдем это. Это было неплохо. Хорошо. Вот учитывая, что оперные певцы, певицы фонограммой пользоваться не умеют, то скажите... Я умею, но не пользуюсь. Ну, это не принято, правильно? Только во время съемок имеет место. Ну, а в живых выступлениях это же не так, как все остальные эстрадные исполнители сейчас, да, открывая просто... У нас называется это под фанеру. Да. Нет, конечно. Так вот, учитывая, что вы это не про фанеру и не под фанеру, я хочу вас спросить, как у специалиста. С точки зрения акустики, какие площадки мировые самые классные, самые подготовленные? Подготовленные, я не знаю. Я скажу, классные. Потому что готовить акустику можно, наверное. Но это не так просто. Если ее нет, то ее улучшить каким-то образом, может быть, частично можно. Но, в принципе, лучшее, что я знаю за свою творческую деятельность, это был театр Кулон, который я назвал, Буэнос-Айрес, Аргентина. И это был театр Виши. С одной стороны, это казино, а с другой стороны, деревянный театр оперы и балета. Это где? Кстати, тоже там пел Федор Иванович Шаляпин. Вы понимаете, какая ситуация? А это где? Это Виши, Франция. А, во Франции. Там столица была сопротивление во время Великой Отечественной войны. А если брать украинские залы? Ну, во всех украинских залах нужно иметь голос. Ну, вот видите, вы доказали, что да. Без голоса сложно, да. А если еще прийти, и там будет громко петь, я имею в виду, аккомпанировать оркестр, ну, тогда будет непросто, чтобы вас услышали. Ну, где лучше всего акустика? Хуже? Лучше всего. У нас? Да. Ну, одесские оперные там, да, хорошие. В Одессе я тоже пел, да. Так, имело место, трудно припомнить, честно говоря. Вы знаете, неплохая была акустика в нашей национальной опере имени Тараса Григорьевича Левченко. Неплохая, до ремонта. Тогда, когда начался ремонт капитальный, когда из-под планшета сцены убрали колоссальное количество битого стекла и горшки в стенах зала, акустика в разы упала просто. А зачем же убирали? Ну, сказали, наверное, будет лучше, но этого не произошло. С тех пор оно так и есть, к сожалению. Хорошо. А вот если все делать по уму с точки зрения государственной политики, какими людьми сегодня в мире могла бы славиться Украина? Какими талантами она богата? Бесконечными талантами, потому что Украина очень богата талантами. Но для этого нужно иметь политику, как вы начали с этого слова, политика. Политика, у нас нет системы в политике. У нас нет просто-напросто вообще то, что называется политикой. У нас, я не знаю, как это назвать, скорее всего, что это рынок для продажи и покупки чего-то. А от другого я ничего не вижу. Какая политика? Политика не должна мешать развитию творчества и культуры. Мало того, культура, как известно, если она присутствует, существует страна. Если начинается, как сказать, замирание культурного развития в целом в стране, страна тоже погибает. Так же медленно, но верно. Как вы считаете, благодаря кому, каким направлениям Украина могла бы сегодня греметь и славиться на весь мир? Не из-за коррупции, не из-за Чернобыля, не из-за того, что сегодня Россия напала на Украину и война идет. Я вообще этого не понимаю. Славянские народы в войне. Это ужас. Это просто хуже, чем преступление. Что должно быть в стране? Должен быть настоящий руководитель. В лице, я считаю так, президента. И хорошего, настоящего, но не такого раздутого в количественном плане парламента. Нам не нужно 450. Кому это надо? Ну максимум 150. Ну абсолютно достаточно. Абсолютно нет. И президент, государственник. Не человек, который торгует, продает, обогащается. Понимаете, такая странная вещь. Люди постоянно почему-то забывают, что в гробу нет карманов. Вот эту штучку никогда нельзя забывать. Мало того, жизнь, к сожалению, не бесконечна. Я понимаю, что есть после тебя дети, внуки и прочее. Но ты же подумай о них. То же самое. Ты же не оставишь на всю жизнь. Во-первых, это неправильно. Ты можешь помочь вначале, да. Но потом они должны научиться сами работать. Но честно работать. Мало того, должны законы, которые одинаковы для всех. Вот тогда это закон. А иначе это просто бардак. А как иначе сказать? Не могу, прошу прощения за слово бардак. Вы стали самым молодым народным артистом в Советском Союзе. Как так получилось? Не знаю, скажу так. Само собой. Я в больнице узнал о том, что у меня про свое название, самое высокое звание тогда, народный артист СССР. У меня была проблема с ухом, отит и прочее, прочее. Лежал там и привезли мне туда такую новость. Сколько вам было? 32. Коллеги, наверное, радовались за вас, правда? Ну, как всегда. Да, я понимаю. Я однажды был такой случай, когда я ехал в очередной раз на какую-то постановку на Запад. И бабушка испекла моей дочке такие рогалики с вишенками. И упаковали, это такая большая, ну, была коробка из-под хлопьев овсяных. Ну, там овсяных хлопьев не было. Полная была коробочка эта. А на границу кто-то, ну, побеспокоился, как-то подсуетился, сообщил, что я буду лететь. Это так было интересно, наверное. Ну, таможенникам во всяком случае, да? Потому что они каждый этот рогалик разломали пополам. Они сказали, что вы ищете, ребята, скажите, я вам сразу скажу, где лежит. Что вы ищете? А потом я одному из руководителей погранслужбы нашей, в частности, Борисполя, поделился им. Он говорит, Анатолий, а кому интересно, что ты уезжаешь, поезжаешь? Да никому больше не говори. Ну, никому не докладывай. Ну, ты уехал к соседям. Ну, мало ли чего. Ну, на даче, ну, и на даче, ну, и чё. Слушайте, какие хорошие у вас друзья, опять же. Ну, вы знаете, в нашем обществе театрально-певческом, я так бы сказал. Как все друг друга хотят помочь, друг другу выручить. Ну, когда-то мне говорили, был такой у нас Александр Загребельный, народный артист, бас тоже, а нас двоих говорили, что пришел кочарга и начал загребать Загребельного. Ну, кому-то же нужно было сочинить вот такие глупости. Ну, люди не могут без глупости. Ну, нельзя, граница и глупость должна существовать. Этика, ну, воспитанность элементарная. Всё. Вот вы сказали о том, что вы часто пересекаете границу, потому что у вас реально самые престижные мировые контракты с самыми престижными мировыми площадками. Вы работаете, вы поете, особенно раньше, да, вы достаточно много летаете, проводили времени за границей. Наверняка у вас была масса возможностей и гражданство украинское поменять, отдать его, взять какое-то другое, более выгодное. А почему вы этого не сделали? Меня до сих пор выселяют из Украины. Когда я пришел устраиваться, ну как, подавать заявление в консерваторию, и кто-то там из моих коллег, педагогов, увидели, ой, Толя, ты что, приехал, вернулся к Аналии? Я говорю, откуда вернулся? Ну как, ты ж там. Я говорю, где там? У меня адрес вот такой в Киеве. Живу я вот тут. Я уезжаю, да, ну и приезжаю. А я должен был докладывать каждый раз, что? Ну не было такого. Мне предлагало гражданство Лексенбург. Герцог Лексенбургский приезжал на спектакль в Брюссель, на мою Хованщину, где я пел до Сифея. И я был всей семьей, приглашал к нему в резиденцию в Лексенбург. Это 200 километров, по-моему, расстояние Брюссель-Лексенбург. С тем, чтобы он мне... Я же не знал цель. Ну, может, поблагодарить. Откуда знаешь? Это же сильный мир осевок, как говорят. Ну, Герцог Лексенбурга. Всего-навсего 82 на 56 страна. Ну, окей, да. Ну, около 500 тысяч населения. Да, ну, когда я услышал, что мы хотели бы с большим удовольствием вам подарить гражданство Лексенбурга и документы, конечно. Я говорю, у меня проблем нет с этим. Я двигаюсь нормально, все хорошо. Спасибо, я, конечно, очень польщен. Это, конечно, очень приятное приглашение. В нескольких странах было подобное. А что? А зачем? Я хочу узнать, зачем? Чтобы удрать вовремя или как? Так никто не держит. Ну, не соблазнились, чтобы там детям передать? Еще что-то, еще что-то. Вот вообще. Ой, в куртке остался паспорт. Я достаю из широких. Я поняла. В куртке остался паспорт Украины. Хорошо. Вот в связи с паспортом продолжаем. Вы на выборы пойдете? Естественно. Конечно же. Безусловно. И даже уже выбор сделали. И не только я, и супруга моя тоже. Так. Конечно, выбрал. В юлитене избирательном номер 33. Глубоко уважаемый, мой глубоко почитаемый, умнейший государственник, специалист, профи Игорь Петрович Смешко. Смешко. Мы так сейчас проанонсировали. Торжественное. Нет, я не агитирую. Другого я просто не вижу. Просто не вижу. А по каким качествам вы его выбираете? По деловым. По профессиональным. Я знаю его, но не первый день. Я не агитирую за него. Никого, кроме него, я не вижу. Это настоящий государственник. Это настоящий человек. Это настоящий главнокомандующий. Это человек, который потрясающе разбирается во внешней и плюс внутренней политике. Он знает, что, как и с кем нужно делать. Должны быть все профессиональные люди. Не политически поставленные на то или иное место, но не понимающие ничего в той или иной области. Это прямой путь к неизвестности и к пропасти. То, где мы сейчас буквально сегодня с вами находимся. К сожалению великому. Имея такие грунты, такую страну, такое количество национальных полезных ископаемых, которые масса неразведанных, но это стоит деньги. Ну, нужно для начала перестать воровать. Все. Всего лишь навсего. Вот вы сказали, что вы не агитируете. Один из американских, прошу прощения, американских президентов, я это знаю по истории. Это однажды один человек, вот мною тот же любимый, уважаемый человек, озвучил. Он после его избрания сразу же, в какое-то короткое время, собрал всех олигархов. Так. И сказал, ребята, если вы хотите жить на свободе, если вы хотите иметь что-то за душой, в смысле, средств к существованию, и не только вы, и ваши семьи, вы должны принести сюда. Вот так, как я в свое время сдавал Советскому Союзу, пел на гастролях, и с меня, хотел я этого, не хотел, но я своими руками относился, сдавал в посольство. 92 процента. Я на руки получил от заработанных денег 8 процентов. Класс. 8. Понимаете? Вот точно так же предложил этот американский президент олигархов. Все согласились. А куда деваться? То есть вы считаете, что из всего списка... Тут же Америка через два года, по сути, номер один в развитии экономики во всех сферах. Вы считаете, что из всего списка кандидатов только смешко сможет усадить всех олигархов и сказать им деньги на бочку? Думаю, да. Пока до сих пор никого никто не приглашал. Вот вы сказали, что... А только помогали друг другу. Возьмите оборону, пробовать последние события. К сожалению. Даже катастрофа. Ужасно. Это расстрельная статья. Я понимаю, что я не стремлюсь в Европу. Я там ничего не забыл. Я там был почитаем. Вы Европу хорошо знаете. Вы ее очень хорошо знаете. Европу. Я что знаю. И все равно не стремитесь. Нет, конечно. Мы там ничего не забыли. У нас... Ну, в идеале я бы видел, по моему мнению, это мое мнение, я имею право на это, швейцарская конфедерация, независимая, но живущая, тип-топ, что называется. Плюс ко всему еще три языка. А мы какую бойню устроили сейчас? Более тысячи поправок к закону о принятии государственного украинского языка. Ну, что это такое? Не, ну, это просто перед выборами делать нельзя. А зачем вообще это делать? Ведь у нас много меньшин, я скажу. Украинскую мову. Богато людей разговаривает ищемой мовом. Не мешайте им людям. Государственный, да, один. Нет вопросов в Германии. Вопрос вообще не стоит. Дольче шпрахе. Питтершен. Все, закрыта тема. В Австрии. Немецкий язык. Ну, в Украине тоже один государственный, просто остальные не надо... Ну, в Швейцарии, посмотрите. Французский, итальянский, немецкий. И никто не дерется. Нормально. Люди просто надо быть культурными. Нет такого рядом соседа, который постоянно хочет тебя захапать, завоевать и просто раздавить. Как у нас вот не повезло. Даже во время войны этого не случилось. Видите? Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы не агитируете, я вам верю, но вы мне перед эфиром рассказывали... Нет, это я для себя решил. Очень забавную историю про таксистов, с которыми вы ездили киевских. Вот расскажите. Ну, это ужасно, честно говоря. Потому что я... Вот по моему движению души, сердца, да, я не могу... Ну, не вижу я, к сожалению, извините, ради бога. Пусть на меня не обижаются. Но лучшего кандидата на эту должность, эта должность, это не подарок, это ужасный груз, это тяжелейший труд быть государственником, тем более руководителем такой страны. С таксистами, ну, я интересуюсь, еду, есть время, интересуюсь, за кого вы, что вы и так далее. А политика? Давайте по приколу за Зеленского. Какому приколу? По какому еще приколу? Это кто говорит? Таксист. Это таксист. Я говорю, вы что? А дети у вас есть вообще? Семья у вас есть? Давайте по приколу продадим им цыганский табор. Ну, зачем они вам? Иван же легко вздохнется. Ну, взяли и вашего коллегу вот таким образом, Анатолий Иванович, ну, тоже. Я же не вы... Коллега должен заниматься своим делом. Ну, есть разные примеры в истории. Дальше доказывай свой профессионализм. Все. Ты умеешь быть актером, хорошо рассказывать тебе написанные тексты, рассказывай. Смеши, но не над народом и не над государством Украина. Он несколько раз допустил, меня это очень обидело, до глубины души. Нельзя об Украине говорить, что она по виде. Так нельзя даже открывать рот на этот счет. Это твоя страна. Это ты там родился, ты там учился, там многое дано тебе. Нельзя так относиться к этому. Это святое. Вот для меня это навсегда святое. Может, я глупый, но у меня это так. По-другому не будет. Какое на сегодняшний день, по-вашему, в Украине есть самое большое зло, которое ей вредит? Воровству и предательство тех, кто это делает. Самое большое зло. Если бы этого не было, я думаю, что наше государство было бы намного, ну, на высоком уровне, даже среди европейских государств. Я именно, я убежден в этом. Потому что, если бы мы сделали вот такой вот вариант, я надеюсь на это, на моего кандидата, любимого, да, глубоко уважаемого. Просто действительно так. Вы знаете, я говорю об этом, у меня спазм в горле, потому что я искренне говорю. Я иначе не умею. Нет, я вас абсолютно хорошо понимаю. Если бы не делаешь искренне, что-то лучше не делать. Абсолютно, да. Поэтому я считаю, что это самых два больших зла наш сегодня. Вот скажем, пример такой, небольшой пример, смотрите. Был в консерватории более 14 лет руководитель. Его сейчас нам удалось подвинуть, уволить. Избрали народного ректора консерватории сейчас, да. Но прежний, прежний руководитель, успешно из территории консерватории пропало несколько роялей. В том числе и Стенвей. Сейчас они обнаружены, сейчас они есть. Это дорогая штука. И они были куплены для консерватории. Их успешно убрали, ну, украли. Буквально украли. То есть продать не успели, да, или куда-то? Их распределили. Определили, но мы нашли их. А теперь нам предлагают за дополнительную цену купить эти рояли в консерваторию обратно. Это как называется? Это каждый рояль 1050-70 долларов, да? Да, 1350-400 тысяч долларов. Да, рояль Стенвей стоит сегодня. А, а там большие концертные. Конечно, конечно. Ну да, это примерно. Ну, естественно. И было таких два клавесина, которая одна из женщин, живущих и воспитывающих, и учившихся здесь, за свои деньги приобрела в Швейцарии, приезла в консерваторию. Они исчезли. Это как? Ну как это можно? Ну хорошо, деньги, да. Но рояли, это же не спичка. А видите, какие большие деньги оказывают. Ничего святого. Кошмар. Кошмар. За воровство? Вот наш гарант нынешний сказал, что рубать руки. Что тебе ни одной руки? Наверное, пальчик. Наверное, них-то не были. Да, наверное, же не воруют. Все же честные там рядом. Я честно, я европейский человек, я мировой человек. Вот такого плана, да? И мировоззрение вообще. Много увидел, да? Если у нас не будет того, что сделали Сингапур в юридическом плане, и Китай, социалистическая страна нынешняя, коммунистическая, у нас ничего не будет. То есть вы за смертную казнь? Я за уничтожение как таковой олигархии и коррупции. Все. Ничего не будет без этого. Не будет. Радикально вы настроены. Я не радикально, я оптимистически настроен, что когда-нибудь мы все-таки возьмемся за настоящее реформирование нашей любимой Украины. Скажите, два Майдана Украине не помогли? Я вообще очень скорблю о том и о тех погибших на Майданах, что они имели место у нас в Украине. Но нельзя испытывать настроение и терпение людей. Как правило, как результат, это война. А этого только ждут наши враги. Это надо быть просто глупцом, чтобы не понимать. И провоцировать всякого рода вот такого, как и Майданы в том числе, нельзя. Потому что только и ждут момента, чтобы как бы помочь выручить страну в сложное время, уничтожить половину народа. Уже их и так нет половины почти у нас. Вот, кстати, вы зарабячен украинский. Самая лучшая часть трудового народа. Посмотрите на развитие Польши за несколько лет. Благодаря чего? Нашим. Украинцам. Нашим. Вы вот путешествуя очень много по миру, вы зарабячен украинских встречаете часто? В парках видел, когда поляны накрывают, отдыхают, суббота, воскресенье. А так по жизни, ну, где я встречу? Иногда даже встречу. Мало я назову театров, где нет наших соотечественников. Украинцев, россиян, музыкантов я имею в виду, хористов. Даже в Метрополитен. Даже в Скала. Лучше. Даже в Ковенгарду. Лучше уезжают. Где я не ездил. В Аргентине тоже были. Из Украины два парня было. Никто из них не говорит о том, что вот сейчас будет в Украине хорошо, и мы вернемся. Мы хотим назад, домой. Просто нужно поступать так, как я сделал это. Я не уезжал. Хотя очень хотели, чтобы я куда-то, наверное, ехал. Ну, я ехал. Но я приезжал. У меня квартира есть. У меня любимая семья есть. Я обожаю их просто-напросто без них. Очень сложно было бы вообще по жизни. И после моих событий в Мексике, когда меня ранили, я чуть ли не сдох. Буквально с того света достали. Поэтому так. Для меня так. Вы в России выступали последний раз, вот когда? Ой, я не знаю. До того, как это все случилось. До войны? Ну, конечно. Конечно. А после войны? И в Кремлевском дворце? Да нет. Какой войны? Ну, что вы? Это все равно, что, знаете же, во время фашистского режима Гитлера, я бы поехал петь для Гитлера в Ставку. Нормально? А как может быть такое? Ну, как можно даже рассматривать такую версию? Ну, видите, украинских многих артистов это не смущает? Значит, ты случайный прохожий, который по какому-то стечению обстоятельств попал на эту территорию. И тут же ее покинешь. Торговать этим нельзя. Это святое. Святое надо бить. Храм есть всегда храм. Да. А скажите, пожалуйста, вот голос ведь это такой очень сложный инструмент. Ой, какой он капризный. И капризный, и который тренировать надо, и беречь, и лелеять. Особенно, когда речь идет об оперном голосе. А в каком возрасте оперному певцу или певицу, в принципе, нужно уходить на пенсию и уже заниматься чем-то другим, потому что этот инструмент не может себя... Один из импрессариев на Западе мне сказал, говорит, понимаешь, Анатолий, я убедился только в одном, что если человек приобрел школу, певческую школу, стал профессионалом, певцом, несмотря на то, что какие-то, ну, всех сопровождают болячки, какие-то воспаления и прочее, все бывает по жизни, ну, живые люди. Но, говорит, если он научен, он будет спеть до 100 лет. Говорит, да, но если при этом будет здоровье. Маленькая такая штучка обязательно должна присутствовать, здоровье. Пока ты хорошо себя чувствуешь, вот так как получилось с выступлением моим в Мексике. Да, меня ранили, да, смертельно, да, закачали там лишней крови, потому что я потерял 3,5 литра. Тогда вас хотели просто ограбить на улице, вот такой случай совершенно. Да, да, банальный случай, я был в коротких рукавах, без часов, которые требовали от меня. Я полез в карманы, чтобы вывернуть карманы, показать, ну, дурачок, слушай, ну, нету, ну, нету, Орлоджико, Орлоджико, по-испански это часы, да, он мне выстрелил. Все, ну, и дальше пошло, я хочу, вот что, не в этом дело, ну, черт, не хочу вспоминать, много лет назад было это, но это имеет большие осложнения. Дело не в этом. Я когда пришел в себя после операции, а я не имел общий наркоз, потому что мы были с супругой после ресторана, нельзя было общий наркоз. Сделали в спинной мозг наркоз местный, так называемый, да, я все видел и слышал. Там же рамочка небольшая такая на аппетитационном столе. Я наклонялся, я все видел. Ну, меня как-то не трогало, ну, потому что было онемевшееся и так далее. Но прошло несколько дней, я хирург, он был из Гамбурга, немец, я говорю, я хочу спеть. Он, ты что, ты нормально себя чувствуешь? Давай температуру спать. Я говорю, ну, нет, я серьезно. Ну, с голосом-то ничего не произошло. В конечном итоге я его дожал. Я в инвалидской коляске на сцене оперы в Мексико-Сити спел Бориса Годунова. Было как на кладбище. На рампе было море цветов без преувеличения, а в зале море слез. Хотя за мной стояла революционная команда. Три человека, а в зале сидел хирург, который меня оперировал. Он говорит, я боялся только об одном, чтобы ты не встал. Амок. Ну, вот сидя я спел. Ну, то есть получается, что голос, фактически, он идет в связке со всем организмом. Если организм нормально, то и голос можно... Андрей Иванович Кикат, народный артист Украины, он сказал так, каже, ну, знаешь, голос, как гроши. Якщо есть, то есть. Якщо нет, то нет. У меня еще один вопрос, вот такой ваш, артистический. Вы исключение, но в основном... Из чего? Вот я вам сейчас скажу, из какого правила. По крайней мере, это мое наблюдение. В основном, все оперные певцы или певицы, и особенно среди тех, кто знаменитый, кто великий, они имеют лишний вес. Я у вас хочу спросить, это так надо? Вот меня с детства это интересует. Нет, конечно, не надо. Почему и зачем так получается? Сама дисциплина. Было отсутствие. У меня такой был случай. Я пел Кутузова «Войне и мир Прокофьева» на сцене бастили-опера в Париже. Это гранд-опера, бастили-опера, и еще там есть конгресс-халл, тоже с оперной сценой. Можно там спектакой ставить. Так вот, в бастили, это называется сухопутный авианосец, по-хорошему. Потому что там 8 этажей вниз, и столько же этажей наверх. И не очень нравится зал, но ничего, модерн. Так вот, мы о чем говорим, я не понимаю. Про лишний вес. Про лишний вес. Так вот, про моего Кутузова. Я тогда весил 140 килограмм. Не, ну при вашем росте. С огромным прессом, которым назывался, ну, пузо, пивное, бирбаух, пивной живот, да. Ну, поправился. Какого-то балбеса. Зачем, непонятно. Объяснить трудно. Короче говоря, я спел первую серию, закончилась там, прошло несколько лет, пару лет, по-моему, и была повторная серия. И я за это время походил на 38 килограмм. На меня ходили, как на музей, редко смотрели весь театр. Что-то стало с кочергой, пойдите посмотрите. Заболел. Заболел, да. Оказывается, просто сел на жесточайшую диету. Но диета вредна чем? Как только ты ее перестаешь соблюдать, мгновенно набираешь почти столько, а то и в два раза больше. Поэтому дисциплинированное, нормативное, немного калорийное питание. Ну, в течение суток, ну, можно, так, как я сейчас делаю, кстати. Это четыре раза в сутки. Ну, в сутки начинается, это с утра, ночью я не ем. Нет, не проведываю холодильник, нет, нет. Этого нет, я держу. Это дистанции. Ну, вот смотрите, я вам хочу сказать, что я, когда задавала похожий вопрос, особенно женщинам, оперным певицам, которые, ну, так, имели, что показать, они говорят, а ты знаешь, это специально, это надо, потому что вот должна быть масса, чтобы правильно дышать, там, грудь, чтобы взять. И я так думаю, ну, верить или нет, потому что, в принципе, ну, вот те, кто на эстраде, ну, посмотрите, да, сравните, там в основном это такие модельные внешности. Ну, неважно, но они же тоже поют. Ну, микрофон, Лесенька. Не, ну, послушайте, есть те, кто имеет голос и таки поет, и не под фонограмму, а в микрофон. Я что-то не встречал, у меня не попадалось, не повезло мне. Вот совсем, действительно, не повезло. Ну, но... Я недавно Гасманова видел, который в Донецке выступал, да, прыгая, да, и провалился. Это фейк был, это не он. То есть он, конечно, мог и прыгать, и провалился. А музыка продолжает идти, а он уже где-то подходит. Это был бразильский, по-моему, диджей, запись. Ну, неважно, кто там был, да, окей. Тем не менее, да, он мог тоже. Но, то есть это все-таки такое среди вот оперных там певиц, особенно, которые, это такое специальное оправдание, потому что они... Ну, вы согласны, да, что у вас вот среди ваших коллег это популярно? Я же вам сказал слова Андрея Ивановича Кикотя. Голосик гроши. Якщо е, то е. Я поняла. Все. Хорошо, тогда я попрошу вас помнить один случай смешной, который произошел с вами здесь, в Киеве, когда вы с супругой пошли в театр посмотреть, послушать своего любимого Бориса Годунова, но не в вашем выступлении, а вы решили просто отдохнуть, да, как нормальный человек. И что же было дальше? Ну, дальше был шок. Ну, человек, который пел, это был Коля Киришев, народный артист Украины. Но он был больной, и после первого акта он просто ушел голос, ну, он осип, не смог дальше продолжать. А меня засекли до этого в зале, и пришли, и, да, Анатолий Иванович, он умоляет, да, спектакль пропадет у нас, и, ну, не получилось увернуться, ну, я уже сижу на меня, одевают парик, там, мажут глаза, бороду и так далее. А я вот тем временем судорожно вспоминаю текст, текст, текст. Без репетиции, я не пел его. Какая репетиция? Ну, конечно, что вы, ну что вы. Вам-то? Нет, нет, это обязательный порядок, это обязательный порядок, никак иначе. Но в тот раз не сложилась репетиция, правильно? Ну, никакой репетиции, мне пришлось допивать весь остаток, и в том числе и умереть. Смерть Бориса, да. Ну, вас представили зрители, как они вообще? Ну, конечно, ну, представили, но я не слышал, как реагировал зритель, потому что для меня это не самое важное. Важное было не упасть, тем более в профиле легче посмотреть, есть чем упасть в грязь, я не хотел этого сделать. Ну, мне, я считаю, что удалось, слава богу, но на такие аферы я больше не готов никогда, потому что это, ну, это излишнее напряжение просто и физическое, и физиологическое, любое, психическое особенно. А как вас поблагодарили после этого? Уволили из театра. Вот и все. Прекрасно. Не имея на это права по трудовому законодательству, в звании людей народный артист СССР, тем более, что я написал заявление, ухожу на самофинансирование. То есть я освободил денежную ставку, я ничем не был должен театру, и театр мне ничем не был должен. Я мечтал, думал, но потом перестал мечтать, очень скоро, потому что я понял, что это, связаться с такой публикой трудно. Да не надо, а зачем? Самоунижением, неуничижением заниматься? Не хочу, это неинтересно. С тех пор я там не жила. Только я если приезжаю, сразу, о, кочерка появился, это будет или министр культуры, или директор театра, или ректор концерта. Чудо, слушайте, ребят, спросите, что я хочу. У вас все-таки верные друзья есть среди коллег, но я смотрю, они так не успокаиваются. И никак вас внимания не обходят, да? Никак. Вот так. Надо гордиться такими фанатами. Я только ни одного не увидел еще с мозолями на глазах. Чем же я там мозолю глаза? Боже мой. Вот вы сказали о том, что... Вот, ну мы дойдем до этого тоже сейчас. Кстати, вот, кстати, дошло до того, что у меня ни разу никто за 20 с лишним лет на Западе, где я пел во всех театрах, как у нас пишут в газетах, на краще площадки свиту для выступления. Я выступал и в баскетбольных залах, и в цирке пел. Это были на краще залы такие были. И на подводной лодке? Нет, это на авианосце. Ох, еще круче. На авианосце в трюме, где танковая армия располагалась. Фантастика. Было такое, да. Да, так вот, я говорю, что никто ни разу у меня не спросил, что я заканчивал и где я заканчивал. И вообще, имею ли я какое-то образование. Ну, судя по пению, поняли, что я имею какое-то отношение к музыке и так далее. Ну, даже поверил в меня мой любимый, мой любимый, я не забуду никогда в жизни эту фамилию, это Клаудио Абадо, величайший музыкант, гениальный дирижер, с которым по жизни мне повезло. Мне повезло. Если бы не он, я бы это не имел. Я получил две премии Гремми. Две, не одну, две. Жалко, я не принес с собой, я бы показал медаль. Это тоже, для меня это святое, потому что это великий музыкант, во-первых. Гениальный дирижер. Что бы он ни дирижировал, он дирижует на память. Ну, я на память, окей. Ну, как иначе, что с клавиром буду ходить по сцене, и то, если это выручка какая-то, ты имеешь право поставить пепитр и клавир. Две премии. Причем за две, ну, гениальные записи. Мусоргский, оба. Это первый Борис Годунов, роль Бориса Годунова. И вторая, это песни и пляски смерти на слова Голеничева, Кутузова, тоже Модеста Петровича Мусоргского. В разное время, но это незабываемо. Незабываемо в плане дирижера. Хотя я и встретился еще с одним великим музыкантом нашего времени, прошлого столетия, Герберт Франкара-Ян. Когда я только приехал на прослушивание, был приглашен Клавдию на прослушивание в Венскую штатс-оперу, я там прослушивался, меня сразу же получил контракт на пять лет. На пять лет. То есть, для меня вообще фурор такой был. И сам подписал без госконцерта. Первый нарушитель. То есть, я каждый раз, как я уже озвучил, 92% каждый раз у меня забирали. А Клавдию сказал, слушай, ты же поешь, или госконцерт будет петь. Слушай, в конце концов, подписывай. Ну, в общем, и так далее. Вот так было. Но к Кара-Яну я не попал. Имел семь приглашений от него. Ни одного я не видел в глаза. Но, наверное, тоже помогли доброжелатели, я так понимаю, да? В целом, где-то по жизни в Министерстве культуры тогдашней Украины осталось нереализованных моих более 160 приглашений. Фандастик. Да. Это большая фантастика. Мир фантастики. Вот мы уже с вами говорили о том, что голос у оперного певца, он настолько сильный и мощный, что микрофоны даже не нужны. А был ли у вас случай или случай, когда так голос срезонировал с чем-то, что, ну, я не знаю, там, стакан лопнул или люстра во время выступления? Когда, знаете, вот, когда ты фильмы смотришь и, казалось бы, на какой-то ноте высокой. То есть совпал резонанс колебания звуковой, да. Это было однажды, когда я пел концерт в войсках в Чехословакии, в одном из залов, там военная публика была, ребята, солдаты, офицеры. И под рояль, рояль, я в выемке, как известно, всегда находился. И на рояле стояло, обычно это не сделается, нельзя ставить что-либо на рояль. Ну, там в данном случае стояла большая такая вот хрустальная ваза. И на одной из верхних нот у меня она посыпалась, что-то рассыпалось. Я посмотрел, не устало вазы. Там был такой легкий испуг и шок. Как это? Как это? Спецэффекты такие, да, в то время? Да, вот это было, я помню, было в моей жизни такое. Был. Это интересный случай. А максимальная длительность ноты, которую вы держите, какая? Это от дыхания зависит. Ну, вот вы засекали, ну, сколько? И нужно ли так тянуть еще? Я не знаю, вот то, что вы делаете. Опять же, то, когда зрители, знаете, вот замирают. Ну, это же такие эффекты и приемы, которые делают, да? Здесь такая штучка, вот говорят, что много, то не здорово. Что занадто, то не здраво. Да, вот и все. То не здраво. Что занадто, то не здраво. Ну, и по-польску, так. Сколько языков вы знаете? Ну, украинский, русский, понятно? Украинскую школу я заканчивал, украинскую я знаю. Российскую я, ну, знаю. Знать, что я досконало знаю иноземные какие-то, я не могу. Это было бы хвальство. Италийскую я учил. Мало того, был на стажировании в театре Ласкала. Два сезона. Там тоже продолжал изучать этот язык. Любимый мой язык. Потрясающий певческий. Но не мини-пиевский мой украинский язык. Очень красивый, мелодичный. Правда, что украинскими песнями распеваются многие коллективы в мире, вокальные? Потому что украинский, он настолько мелодичный. Не присутствовал, Настенька, не знаю. Не могу подтвердить этого. Но я распеваюсь теми упражнениями, которыми я получил от своих наставников, своих педагогов. Песнями можно, почему бы нет? Конечно. Я иногда даже если послушаю хорошего тенора, скажем, Личану, Повороте, мой дружок, такой Петр Дворский, потрясающий словацкий тенор, потрясающий парень. И вот я когда послушаю исполнение ту или иную какую-то классическую вещь, мне уже распеваться, ну, я уже готов. Я уже в тонусе, я уже все, готов. Все. Можно мне распеваться. Бывает такое состояние, точно. Когда вы выступаете за рубежом, какие примерно у вас гонорары за один концерт? Можно же об этом спросить? Ну, об этом неприлично разговаривать, насчет денег. Ну, достаточно немаленькие. Ну, не такие, как мне здесь, скажем, предложил один из украинских театров, за то, чтобы я поучаствовал в постановке Бориса Гланова и спел самого царя. Мне предложили 8 тысяч гривен. Я поблагодарил вежливо, воспитанно и закончил на эту тему. Все. Еще недавно мне тоже предложили в канун одного из наших национальных дат в календаре поучаствовать в концерте. Мне предложили тысячу гривен. Я говорю, ребята, ну, давайте на будущее. Ну, на будущее, чтобы мы не обижались ни друг на друга, а не искали каких-то прецедентов и не искали причин отказаться или согласиться. Ну, вы должны знать, кому звоните, по какому поводу. Есть такая притча, говорит, есть деньги, строй. Ну, нет денег, ну, не строй, ну, собери. В конце концов. А в благотворительных концертах вы принимаете участие? Да, ну, я их спел такое количество, что даже пытаюсь озвучивать. Огромное количество. Конечно, безусловно. Это было как по 3-4 концерта было, когда я был в театре оперы и балеты имени Тараса Ильича Шевченко. Вот я хочу сейчас проанонсировать для наших телезрителей, что 26 марта в Киевском Октябрьском дворце у вас большой концерт. И я вас хочу попросить... Он небольшой, нормальный. Ну, тем не менее. Вот я вас хочу попросить, учитывая то, сколько мы говорим сегодня о вокале, я вас хочу попросить, чтобы вы о нем уже не говорили, а чтобы вы спели. Давайте что-нибудь такое по настроению, я не знаю, любимое. Ну, так, чтобы... Ну, не знаю, вот стакан, кстати, стоит. Забирать его нет. Он хорошо наполнен водой, все нормально. Нормально, не лопнет. Тогда давайте. Ой, давайте. Ну, буквально несколько строчек из той песни, которую будет звучать во время концерта. Даже вырвано так из контекста. Можно в разлуце друга забути, припройне з роками час забуття. Можно без хлеба навіть прожити, а без вітчизни згіркне життя. Згіркне життя. Ну, и не будем дальше продолжать. Дальше на концерте. Вот хорошо сказали. То есть, прононсировали правильно, идти надо. Ну, может быть, и нужно, да. Даже мне сегодня озвучили, что якобы уже почти нет билетов. Ну, хорошо. То есть, не просто надо идти, а надо спешить, бегом в кассу, пока что-то осталось. Тем более, пока я не передумал за такую цену. А цене не будем больше, пожалуйста. Не будем. Спасибо вам большое за это интервью. И вам благодарен. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, текстовую версию интервью с Анатолием Кочергой читайте в интернет-издании «Гордон». Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова